Велия Штилвилд, Мулисе Мушиного Короля, часть 5. Мы сидим за угловым добротным деревянным столом клена на таких же стольях и лавке из мореного клена, и жена неторопливо беседует с Мушиным Королем. Вот ты кто, ваше Мушиное Величество, дык, ясный пень, Мушиный Король. Вот, например, этот подвальчик, это мое персональное присутственное место, а все эти развешенные здесь по стенам разномастные Мушиные Крылья, это все элементы парадного антуража. То есть, доказательные вериги твоей местной исполнительной власти, совершенно абсолютной и непрекословной, а иначе, незамедлительные вериги правда, за мелкие прегрешения, только предупредительные, как в случае с твоим мужем, в более жестких случаях, уже только принудительные. Это как в засенном случае, да нет же, я вам говорю она, как бы поточнее выразить, просто здешняя мазохистка такая себе бледоносная играла, ведь она даже не человек, а такая себе, мокрица Кикимора подвальная сразу скажу вам, из местных. Ведь все ваши давнишние вериги от старославянского значит только цепь, то есть изделие такое, ну, как эти мои настенные Мушиные Крылья, только из железа разного вида в виде цепи, полосы, кольца, носившегося христианскими аскетами на голом теле для смирения плоти. К ним также относят всяческие железные шляпы, железные подошвы, а для лошадей, запряженных впервые в тогдашние еще допотопные конки, направляющие железные рельсы, ей еще веригой могла служить медная икона на груди, с цепями от нее, иногда пронятыми сквозь тело или кожу и прочее. Но вот что интересно, что уже в начале 30-х годов тогдашние футуристы, а за ними и маженисты, а за ними уже в 60-е годы прошлого века хиппи носили у себя на груди сперва вяленную морковку, а затем уже Мушиные Крылья в лабораторной пробирке. Да-да, правда, еще в натуральную величину, кстати, именно в одной такой пробирке однажды вы носили меня, крохотного, гунявого, правда, с тех пор я несколько подрос и окреп, да уж, крепыш, с тонкими нотками иронии согласилась жена. Но вы, наверное, сами понимаете, что никакой натурпродукт никогда не стал бы служить классическими веригами. Вот отчего сегодня здесь и прямо сейчас вы видите, то, что видите ведь вес вериг может достигать десятков килограммов. Вот почему в переносном смысле верига это бремя, обычно нравственное или душевное, вот почему я и здесь продвинулся дальше, потому что у меня сразу два наказания в едином комплекте, а испытывать пришлось весь карательный арсенал пришлось на кикиморах, отчего те как бы и выметись из моего приватного подземелья, а вот Зосю еще надо будет вывести отсюда через ворота на вееправе, потому что я их как бы не для нее. Ты ее в одни двери прочь, а она через иные тут же проходит, мол, типа, здравствуйте нам, а вы не ждали нас, а мы приперлись, а вот и заказал я из-за этого здешнему кузнецу особые дверные заковки с такими же мушиными крыльями, как и эти, на стены ему лежи, то из серебра с золочинными вставками такие уж как прищелкнут двери, то всякого за ними прихлопнут. Да, вот что еще говорят, что первые вериги испытал на себе святой Петр, в память о чем существует древний христианский праздник поклонения веригам святого апостола Петра, который празднуется 29 января, и относится он к тем цепям, которыми был скован апостол в Иерусалиме царем Иродом Агриппой первым, деяние, страфа 12, строки 1-11. Ты бы и себе, Ваше Величество, написал свою духовную книжицу, осторожно посоветовала жена, а о чем бы я туда написал, внезапно уже ко мне обратился опешивший мушиный король, я бы непременно начал с кикимор, это же так романтично, внезапно посоветовал я и сразу уточнил, Ваше Величество, это были кикиморы болотные или запечные, а кик лихой знает их заблудшие души должно быть, злобно-подвальные, блудливо-вдовые, растерявшие за войну не одно пристанище домовое. Вот домовые стали помирать пачками о кикиморы, что, они же женки домовиков, и ныне здравствующих, и столь печально порушенных уж коль вышла замуж за домового, то в свои вдовьи годы становись занудной подвольщицей. На этой браворной фразе мушиного короля меня словно переклинило, шел по троечине от детского кафе Гарри Потерок бомбоубежище под районной поликлиникой, шел уже не впервые, но привычно и жадно замечал вся еще борную окрестную жизнь. Вот стайка местных старшеклассников пришла за своими дежурными кофе какая, двое уже успели взять по огромной порции американо в синих стаканчиках под черными крышками, из которых торчали наружу ядовито-зеленые трубочки. Оба незабвенно играли в очко, отсылая друг дружке по смартфону свои проигрыши-выигрыши в это время их сверстницы несли полную ахинею на деловом державном неосветском жаргоне тут же, в пяти метрах от кафе прямо на садовой лавочке пробуждалась в образе бомжихи всем знакомая парковая кикимора, орущая при пробуждении зычным мужицким голосом. Собственно, а я уже млять, далее следовал переход на газонную предтерриторию поликлиники, которую строили более десяти лет и оттого уже не однажды подвергали ни одному капремонту ага, а вот и вход в местное бомбоубежище. Ну что ж, как видно пора спускаемся с женою по темным крутым лестницам. Темнота в непрогляд где-то в глубине этого многосекционного помещения местные электрики налаживают местное освещение от вновь прибывшей по гуманитарке аккумуляторной станции так что, где избыточно светло, а где и отчаянно темно выбрали посадочные места на пограничье. Напротив нас в том же коридорце расположились три белесых и полисьихихахающие мойры. Помню, прежде их еще мойрами звали, а затем всех их словно выбесило хотя и домовым сегодня толком неведомо, то ли добрые они, то ли злые одним словом бабы, да сплошь шутихи гороховые да что не мойра, то ли мара, то ли макаша, то ли домовиха, то ли шишига, то ли лишачиха, а то ли болотница. Народные поверья производят Кикимор от умерших неправильной смертью, некрещенных или убитых детей, самоубийца той от проклятых и похищенных нечистой силой детей. Также считалось, что Кикимору могут наслать в дом недовольные строители и колдуны, подложив в него магический предмет, чаще куколку, которая затем оживала. А у меня самого в ту пору было время окуклиться, вот я и разгневался. Кикимору прежде описывали, как низенькую скрюченную неряшливую и безобразную старушку, либо длиннокосую девушку или женщинку, а то еще как маленькую девочку или даже как мужика-старика. Согласно многим описаниям Кикимора может быть очень мала и тонка, с большой головой, длинными руками, короткими ногами, у нее выпученные глаза, мохнатые лапы, есть рожки, хвост, она покрыта перьями или шерстью. Она могла представать и в образе животного. Кикиморы обыкновенно невидимы, они неугомонны, быстро бегают, с людьми могут общаться человеческой речью и при помощи стука, или пересмешничают, вон как те, шалудивые что-то вдруг громко запели, зашикли, и давай по окрестным людям, кого привела сюда очередная воздушная тревога. Ледовским фонариком пробивно и злобно гасать, дамы, уберите фонарь по рожам светить, а то буду вынужден встать и сам его чуть подвинуть, а ты только попробуй. Мы женщинки одинокие, в крик уйдем, да такой, что для тебя и сирена, дядя, будет пряником, не выдержал, подошел ко всем убойщим, ведь не впервые здесь строят скандал, решил рассмотреть и убедился. Местные эти мершевки, из лаборатории поликлиники, где обычно писи-каки сдают, фекальные лаборантки и вточь рыхло-белобрысые, мелкие, мишурные, одна точно вдовая, а две юные под ее вдовьим дуиньем присмотром. Вот такие они у нас, как-то подстроечно вздохнул мушиный король. Не у нас, а у вас, поправила далеко не небожителя, дотошливая жена и прибавила, согласно народным представлениям, кикиморы обитают в жилых даже многоквартирных и панельных домах, реже, в хозяйственных постройках, в бане и в подвалах порушенного жилья, или пускаются в сумрачные шляния за новыми домовыми, привлекая их зычным рыком. Так вот почему в пустых домах они даже братаются с эхом, поддельно удивился мушиный король, и, почесав своими маленькими лапками, нос внезапно прибавил. Вот разве что на войне им приволье, ведь сколько же сейчас порушенного жилья, куда многие уже не вернутся, ведь мужичья их повыбила, вот они и вышли на поиск точно под себя мужей домовых в такой сложный период им все прочие по боку. А я читала, осторожно заговорила жена, что прежде появление кикиморы считалось признаком того, что в доме нечисто, неблагополочно, а еще, что днем кикиморы скрываются от людей в укромных местах строения. Да, наши троещинские, тоже как бы кикиморы подвальные, да только ни черта они не боятся. Мол, только ночью выходят они из укрытия и занимаются любимыми делами, на первом месте среди которых придение и перемывание соседских костей. Хоть в этом они преуспели. Да, ладно бы, а эти ж смолят свои электронные сигареты прямо у бомбоубежищ настораживает другой и всю прочую работу эти кикиморы делают некачественно, так что после них мама не горюет и ей на анализ мочу, а она тебе в ответ коже по неведомым фекалиям определит некую неведомую онкологию, хотя, как по мне, у них самих онкология душ едва ли не от рождения.